Если вы снимаете видео на айфон, то наверняка знаете про замечательное приложение Filmic Pro, которое позволяет снимать в профессиональный, ну относительно возможности айфона, конечно, формат лог. Такие файлы дают нам запас информации в светах и тенях, поэтому они выглядят малоконтрастно и соответственно требуют дополнительной интерпретации. В процессе обработки это можно сделать, повысив контраст вручную, но гораздо корректнее использовать для этого специальные камерные профили. В новой версии приложения Dehancer для iOS мы добавили поддержку почти всех форматов Filmic Pro и сейчас я покажу, как это работает. Открываем приложение Dehancer, нажимаем кнопку Open Photo or Video и выбираем файл, снятый в формате лог с помощью Filmic Pro. Далее переключаемся в режим Edit, листаем нижнюю панель инструментов влево до Source и выбираем формат нашего исходного файла. В данном случае это Filmic Pro Log V3 10 бит. Далее мы работаем с нормально контрастным изображением и можем перейти к выбору пленочных профилей или еще проще и лучше к выбору пресетов. Что такое пресет я подробно рассказывал в другом видео, ссылку можно найти в описании. Итак, листаем, пробуем разные пресеты и останавливаемся на том, который нам понравился. Пусть это будет, например, пресет с профилем пленки Fujifilm FP100C Digital Intermediate. Так выглядит изображение до применения пленки, а так после. В случае необходимости мы можем снова перейти в закладку Edit и донастроить или изменить любые параметры. Зерно, bloom, halation, дыхание цвета и т.д. В данном случае я не вижу в этом необходимости, так как выбранный пресет с заданными настройками меня полностью устраивает. Давайте теперь экспортируем видео и посмотрим его целиком. Как видите, с помощью Dehancer можно довольно просто и быстро обработать видео под пленку, хотя на первый взгляд приложение может показаться сложноватым. Но пресеты значительно упрощают работу. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии и пользуйтесь приложением Dehancer для удобной и достоверной имитации пленки.